Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за песнопение, этот настрой на действие Духа Святого, исполненность Духом Святым. Благодарим Тебя, Господь, за слово ободрения во вступлении удивительной воды вечной жизни. Благодарим Тебя, Господь, за Твою верность, за Твой характер, благодарим Тебя за действие Духа Святого, что Твой характер становится нашим. Мы преображаемся в Твой образ. Слава Тебе! Благослови это слово, помашь его, дай нам слово с небес. Во имя Твоего Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Многие из произведений, выдающихся поэтов, писателей, также философские труды посвящены одному вопросу. И ответ на этот вопрос ищут в разных местах. В чем смысл жизни? Библия говорит об этом совершенно по-другому. В чем смысл жизни? Это обозначает искать смысл жизни. Ну, давайте мы посмотрим на окружающую действительность нашего зала. Часы, пожалуйста, даже несколько часов. Шкаф, белая доска за мной, экран, картина, окна, стулья. Скажите, для чего стулья? Правильный ответ. Чтобы на них стоять. Да, это точно. А для чего картина? Правильный ответ. Чтобы ее сломать. Ну да, конечно. Портепиано. Чтобы его ремонтировать. Нет. Стулья, часы, шкафы. Это все было человеком предназначено для определенной цели. Если бы эти предметы говорили, и они были бы умными, то мы бы спросили, а какое у тебя предназначение? И шкаф сказал, чтобы содержать здесь книги. И фортепиано сказал, чтобы играть для тебя и прочее. Да вот вопрос, и он очень важный. А в чем предназначение человека? В чем предназначение человека? Убрав Бога из системы ценностей, человек потерялся. Он не знает своего предназначения. Он под это подстраивает смысл жизни, работы, или, как говорил сегодня пастор Нурлан, дерево, дом посадить, вырастить сына, детей и так далее. Да, написать книгу, кто-то написать, допустим, какое-то произведение музыкальное и так далее. И он пишет и пишет. И ему кажется, что в этом состоит смысл жизни. Это все равно, что стул бы хотел, чтобы на нем стояли. Не для этого он предназначен. Для чего предназначен человек? Это настолько важный вопрос, потому что неправильное употребление чего-либо не по назначению приводит к тому, что дальше эта вещь или предмет не будет работать таким образом правильно. Мы с вами видим, когда открываем Библию и открываем Бытие, первую главу, и мы там видим расклад такой замечательный. Все Бог приготовил. Как хорошо было сказано во вступлении, Господь приготовил весь разговор с этой женщиной, с Амарянкой. Он даже все эти слова и вопросы, которые ей задает, они все ложатся в канву того, что он сделает. Теперь давайте посмотрим. Он создает этот мир одно за другим и, наконец, встает торжественно и говорит, «А вот теперь сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Не для того, чтобы на нем сидели, не для того, чтобы он в космос летал, хотя, пожалуйста, он летает, не для того, чтобы он убивал себе подобных, а он сотворяет по образу и подобию своему для себя. Не для отторжения от себя, а для себя. И он заботится об этом человеке и говорит ему, «Тебе все здесь можно делать в Эдемском саду, кроме одного. Не ешь от дерева познания добра и зла». Я чуть-чуть по-другому представлю это. Потому что ты уйдешь от меня. Ты потеряешь смысл своего предназначения. Ты будешь бояться меня вместо того, чтобы идти ко мне. В любом случае своей жизни, когда ты прав и когда ты не прав, когда не прав прийти и сказать, «Я не прав, что мне делать?» Прошу тебя, прости меня. Сколько людей, ища смысл жизни, находится в ужасных обстоятельствах психологического характера. Чего только человеку не приходит в голову. Это история, которая произошла недавно в редакции «Эхо Москвы», когда человеку стали приходить видения совершенно демонического характера. демонического ли, но это также могут демоны использовать, или же его болезнь была использована, и так далее. И в конце концов он совершил попытку убийства одного из редакторов этой редакции. «В чем предназначение?» Давайте мы посмотрим. Бог обучает Адама и говорит, «Вот сейчас я проведу перед тобой эти живые сущности, ты давай им имя. Не они тебе будут давать, а ты давай, ты властвуй». А потом он говорит, в определенный момент, во второй главе «Бытия», он говорит о том, что нехорошо человеку жить одному. Он подошел определенный возраст этого человека. Мы не знаем, сколько времени проходило. Но суть заключается в следующем. Он ищет помощника для человека. Не то, чтобы Бог не знал, потому что он знал всю эту историю, которая произойдет. Он ищет за сотворение мира, уже весь этот мир был в голове, и этот мир как бы жил. И все действия, которые происходили в этом мире, они были просто не проявлены. Но уже все состоялось. И Голгофа состоялась, и его сын пришел. Все это состоялось. И он пошел на это, чтобы подарить этому миру существование. И в этом мире он определил самое высокое место человеку. Потому что он любит своего сына. Человек был сделан по образу сына его. Потому что для Бога, для отца не было никакого вопроса, как он будет выглядеть. Он знал это. Какое у него будет тело. Он знал это. Это не игра какой-то эволюции. Это все было известно. И теперь посмотрите, когда он сотворил Еву, и как Адам говорит, вот, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Он все знает наперед. Он знает, как будет человечество развиваться. Откуда? Да потому что он берет эти знания и от того, кто является источником. добрых, благих знаний. И в третью главу мы видим. И в третьей главе враг вторгается. И когда мы смотрим в третью главу, там описание очень небольшое, что произошло между змеем, то есть сатаною и Евой. Он ей сказал, да нет, ну что вы. Бог таит тайну от вас. На самом деле, когда вы съедите плод от этого дерева, то вы будете сами. Посмотрите, вы будете сами, как боги. Вы будете самостоятельные боги. Бог вам и не нужен он будет. Мы могли бы сказать, интересно, предназначение, которое бог, сотворивший человека, было такое, чтобы человек был вместе с ним и жил вместе с ним. В его радости. Что такое, что обозначает быть вместе с ним? Мы очень легко это обнаруживаем. Это находится в послании к Галатам в пятой главе. Посмотрите, что обозначает быть вместе с Богом? Пятая глава. 22 стих. Вот что делает Бог в нашей жизни. Дух Святой. Плод же Духа. Слушайте внимательно. Такое чудо. Вот оно наше предназначение. Любовь, радость, покой, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это предназначение наше. Это характер Бога. Это предназначение славить того, кто дает свой характер и наделяет этим характером человека. Скажите, есть ли описание в Библии предназначение, которое сатана хотел внести и внес в нашу жизнь? Евангелие от Марка, 7 глава. Марка, 7 глава. тем, что я сейчас буду читать полны газеты, полны телевизионные сообщения, полны какие угодно сообщения сегодняшнего мира. Иисус говорит, изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства. Заголовки статей известны, об этом и постоянно и говорится. И люди только сделают, что занимаются, некоторые занимаются поисками этих сенсационных сообщений. Кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. Оскверняет человека. Что это обозначает? Сбивает его с истинного предназначения. Мы с вами услышали слово Бога. Оно не было словом такой, тебе надо стать праведным. тебе надо научиться хорошо действовать. Не лги, не хради, не убей. Да, такие вот заповеди есть. Но почему-то вместе с этими заповедями Бог дает и жертву Агнца, которая кричит, я не виновата, я не виновата. Но эта жертва говорит о том, что будет главная жертва Ифесянам первая глава девятый стих говорится о том предназначении, которое было для сына отца, для Иисуса Христа, когда он пришел в своем первом пришествии, Иисус выполнил полностью. Бог сказал дважды о своем сыне. Ну, конечно же, много раз, это просто не записано. Но если мы посмотрим с вами Евангелие от Матфея, третья глава, он говорит при крещении Иисуса, это есть Сын Мой, Которым я полностью доволен. Там на русском написано, в Нем Мое благоволение, в Нем исполнилась Моя благая воля. А какая благая воля у отца убить сына? Нет! Бог так возлюбил этот мир, ушедший от него. Всех этих грешников, которые ничего не смогут делать, они живут по той методике, которая разработана для них в атмосферах низшего характера. И зло, и коварство, и все, что угодно. И это все происходит до сих пор. Человек пытается выбраться из этого правителя в этом мире, пытаются каким-то образом стабилизировать ситуацию с грехом, но они ничего не могут сделать. Они пасуют. Перед кем? Перед темной личностью. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих, где говорится, что в этом мире есть космократор, есть садана, и он является не тем иным богом этого мира, который дает свои побуждения и предлагает, чтобы человек думал, что в этом его предназначение. Чтобы человек думал, что его предназначение повеселиться, покутить, а потом, может быть, взяться за религию и соблюдать заповеди. Нет. Мы, уверовавшие в Иисуса Христа, не учим своих детей только лишь тогда, когда они станут взрослыми. Мы уже с самого начала начинаем им говорить о том, кто такой Иисус Христос, для чего Он пришел. Ребенок 5 лет может нам сказать, а я уже все спасенный человек. Он еще не сознает, что такое грех, но Он может сказать, что Он говорит. Он говорит доктрину, которую Его обучили. Замечательная доктрина, но эта доктрина, она должна быть не только на устах, она должна быть в сердце, а это обозначает обязательно в практике. Почему Иисус пришел? Потому что через жертву на кресте Он не дал протезы нам, а Он дал нам нового человека, новое сердце, нового духа, у которой и этот новый человек понимает свое предназначение славить Бога за все. Первое послание кисло-никицам 5 глава, где мы читаем с вами 14, 15, 16 стихи, где говорится и радуйтесь, и непрестанно молитесь, за все благодарите, потому что у Бога есть предназначение даже для тех болезненных вещей, которые могут произойти в нашей жизни. Павла он мог бы избавить от смерти в Риме, мог бы. Почему? Потому что для Павла было другое предназначение. Он мог бы сделать так, чтобы Павел не шил палатки, мог бы. Но это дело было и имело и какое-то другое предназначение. Мы не знаем сейчас, почему он там шил палатки. мы можем косвенно сказать, что во время шитья палаток он объяснял Акилии Прискили. Что такое Евангелие? Евангелие благодати. И потом, когда пришел Аполлос и стал проповедовать Евангелие, он говорил больше по учению Иоанна Крестителя, нежели по учению Иисуса Христа. И они тогда передали то, что вполне возможно, чему они обучились, когда Павел бедствовал, не было финансов. Какая прелесть! Любой день с его любыми темными местами, сложностями, кроме греха, но даже и грех Господь взял и обратил в благо. Каким образом? Мы с вами видим это в Бытие в 50-й главе 20-м стихе, где Иосиф говорит вот то своим братьям. Представляете, 11 братьев и все пошли против него. И Иосиф, который шел к ним, кстати, когда мы читаем эти главы 35-36 главы, где говорится, что Иосиф приносил худые вести отцу. И можно было бы сказать, что вот он там стучал на своих братьев. Да нет, это было совершенно другое. Если человек болен, то врач не говорит другому врачу, я сейчас ухожу, твоя смена. Вообще он хороший человек. Он ему рассказывает, что с этим человеком. Так же Иосиф рассказывал. И он являлся тем человеком, который полностью доверял Богу. Какое было предназначение для жизни Иосифа? Да, его и продадут в рабство, и он будет на рынке рабов, и Патифар воспользуется этой возможностью, он единственный, кто различил другие, может быть, искали крепких мужчин молодых, а этот различил, что в этом человеке есть другое, есть жизнь. Он смерти в своей жизни Патифар будучи начальником телохранителей насмотрелся вот так, и здесь он видит, что перед ним человек, которого продают на рынке рабов, и он свободный. И он свободный где? Он является свободным в Боге. Предназначение человека славить, где бы он не находился, славить Бога, где бы он не находился. Вспомните, 16 глава книга Деяний. Помните, произошло это событие, когда апостол Павел и другие там силы шли и проповедовали, а за ними увязалась молодая особа, и у нее был дух прорицательницы. И она все время, как только они начинали говорить, люди, у нас есть для вас Евангелие, подойдите сюда, давайте мы вам расскажем и та перекрикивала и говорила, вот слушайте их, они говорят слово о спасении. Апостол Павел поворачивается, смотрит, вроде бы правильно говорит, они там, по-моему, два или три дня так ходили и не могли сказать ничего, потому что эта прорицательница все время портила проповедь, она не давала сказать об Иисусе Христе, какова цель без обзора, ни в коем случае не допустить эту проповедь, и тогда он поворачивается и говорит, потому что он знает свое предназначение, и это предназначение в том, чтобы обязательно проповедовать слово Божье, и он о себе говорит, если я не буду его проповедовать, то горе мне. И после этих слов горе было для той семьи, в которой работала эта девушка, потому что она стала свободна от того духа, она была избавлена. апостола Павла избили прилюдно, затем посадили в тюрьму, и можно было бы сказать, Бог, а ты где? Почему не говорит так апостол Павел? Да потому что если он там находится, то он будет славить там Бога. И они стали там в самый темный час суток, они стали со своим другом петь песню, и пошатнулась вся тюрьма. Да так пошатнулось, что стены не разрушились, а вот замки все раскрылись. Интересно, да, как Господь раз и открылся. Приходит стражник, что он видит, какой кошмар, все, теперь его вся карьера закончилась, он хотел сделать самоубийство, и вдруг слышит Павел, говорит, иди, ничего с собой не делай, приди сюда, предназначение какое? Прославить Господа, и так сделать, что демоны будут трепетать, и потом спасется этот стражник, а что касается тех, которые были заключены, почему они не убежали? Да, потому что они сидели там за дело, и когда они услышали эти словословия, они были успокоены, если бы они убежали, что произошло бы со стражником? Его бы убили, его бы казнили. Мы с вами здесь сталкиваемся с такими вещами, о которых в нашей жизни мы могли бы сказать, о, но это тогда было, да нет, то же самое происходит сейчас, пастора шибели, арестовали в Америке, когда он на каком-то кемпусе раздавал трактат, и нельзя это было делать, его арестовали, приводят в тюрьму, это был новый полицейский на этом участке, все другие полицейские уже знали, пастора шибели, незачем его арестовывать, потому что он обязательно выкрутится и выйдет из тюрьмы, вот, его поместили в тюрьму, вот, как только он там на нарах оказался, сверху голова, о, не может быть, это пастор шибели, говорит, голова сверху, он говорит, а, это ты, а я-то думаю, для чего езди меня в тюрьму, этот новый полицейский, который не знает, оказывается, о, ну вот, сейчас я на тебя доверюсь, я тебе снова и снова расскажу Евангелие, что это такое, предназначение, 46 глава книги Исаии, 10 стих, говорится о том, что, когда у Бога есть свое направление и определение, его совет обязательно состоится, никто не сможет нарушить это, помните в книге Есфирь, когда Есфирь благополучно становится женой Артаксеркса, это императора практически, и Мардахей, он очень внимателен, как интересно получилось так, кстати, это единственная книга в Библии, где не упоминается имя Господа, Яхва там нет, в русском языке Господь там есть, на самом деле, это Господь прошел из иврита, из греческого перевода септуагинты, но в оригинале нету, почему нету, да потому что там везде Господь, везде Он заботится о своем народе, именно Он все это сделал, это Он, Он дает свой совет и Мардахею, и защищает его, и в конце концов все улаживает, и когда Мардахей обращается к Есфири, говорит, Есфир, тебе нужно пойти к царю, и сказать, что народ погибнет твой, она сказала, да нет, ну что ты, как я могу пойти, когда у меня точно сразу же, правило такое, сам являешься, тебя сразу же здесь подозревают в чем-то и уничтожают, и тогда Мардахей говорит, а может быть ты для этого пришла в этот дворец, может быть весь смысл в этом, пастор Шибели мог сказать, может быть в этом смысл, что я тебя увидел здесь, апостол Павел мог сказать, я вижу смысл, что я нахожусь в тюрьме, для того, чтобы и заключенные спаслись, и стражник спасся, мы с вами видим эти события в нашей жизни, мы являемся теми людьми, которые имеют в себе эту тайну, мы имеем откровение о нашем предназначении, наше предназначение не в том, чтобы хорошо заработать или еще что-то такое, зарабатывать деньги, это замечательно, прокормить свою семью, поддерживать людей, поддерживать церковь финансовую, потому что когда вы так делаете, то это обозначает следующее, и выезжая в миссии, вы в них участвуете, потому что вы передаете ваши финансовые средства для того, чтобы такие миссии были осуществлены, но когда это заканчивается тем, что вы только лишь думаете о семье и так далее, ой, это сложности большие, потому что думы о семье без исповедания предназначения Бога, это будет следующее, что будет работать Евангелие от Марка, 7 глава с 21 по 23 стихи, не потому, что так Бог хочет, а потому, что просто другого выхода нет, есть или же исповедание Иисуса Христа и жить в его предназначении, где он это предназначение обеспечивает, и он его продвигает, и он вкладывает в того человека, который откликается, поэтому мы с вами имеем замечательные призывы, и они звучат в церкви. Еще одна такая вещь, в церкви звучат призывы, и мы можем сказать, легитимные или же правомерные, это когда призыв идет с кафедры, когда приезжают миссионеры, а миссионеры могут быть разные, из нашей церкви, допустим, они очень хорошие, приехал кто-то, допустим, из какого-то другого города, и говорит, давай приезжай к нам, будешь у нас миссионером. Скажите, это призыв? Это от Бога приглашение? Почему? Потому что это не с кафедры идет, потому что этот человек в церкви, это как семья, в которой есть определенные цели, и правильная постановка будет таким образом сначала разговаривать с пастором, или же, например, приходит в церковь и говорит, вот у меня очень интересная книга, вы такую не читали, обязательно прочитайте, будьте осторожны, в христианской литературе есть очень много написанного, законнического, кроме того, есть и другая опасность, это опасность такого рода, пастор, вы знаете, вот вы говорите о Христе, а что же вы не говорите о том, что он был в Индии, а где вы прочитали, это в Библии написано, да в газете я прочитал или прочитал, почему? Я знаю, почему, потому что у человека к печатному материалу очень большая предрасположенность, посмотрите, что происходит в социальных сетях в интернете, из-за того, что можно сделать великолепное заглавие, затем написать собственную статью, включить туда какие угодно персоналии, а также написать и о Боге, и это подделать под определенное направление, это достаточно просто. Сколько людей губят себя на том, что они начинают это пересылать, не имея понимания, что не все, что в интернете является правильным, действительно, стопроцентно проверенная информация. Допустим, однажды вы посмотрели что-то и через некоторое время вдруг вам сразу же целый вагон подобных сообщений приходит. И все это может быть устроено под «ну это же хорошо, но я же должен развязать». Не надо. Помните большую разницу между Галатом 5 глава 22 стих «Вот он плод духа, вот она наша жизнь в духе, где бы мы с вами не были, что бы с нами не происходило, откройте Галатом 5 главу и читайте «Вот кто вы, Дух Святой живет в вас, вот кто вы, у вас есть любовь, и вы мотивированы любовью». В некоторой части то, что я сегодня говорю, взято из буклета пастора Стивенса и называется «Живы в предназначении». Пастор говорит о том, что приходят люди, замечательные миссионеры, которые говорят «Поехали, поехали, давай, ну это знаешь, там здорово, очень хорошо, весело». И человек срывается. Я хочу сказать о том, что тот человек, который призывает, он является вестником, что есть такая нужда. Нужда не является призывом. Призыв у Бога обязательно такой. Это в церковь, слышать от пастора пастора, это обязательно участие в евангелизации, развитие дальше идет, и это наше предназначение, чтобы мы развивались в слове Божьем, оно обязательно касается библейского колледжа. Слушайте ли вы там, или же вы являетесь студентом, но это обязательная процедура, потому что вы тогда начинаете очень быстро разбираться в реалиях этого слова Библии. Мы с вами продолжаем дальше, когда пошел библейский колледж, там будут и миссии определенные, и мы это устраиваем. Поэтому будьте очень внимательными, у меня есть свое видение, я этим видением делюсь, со временем эти все вещи будут происходить. Я не могу вас задержать, вы свободные люди, вы можете поехать в какую угодно, но прошу вас подойдите спросить. Я не буду разрушать ваше видение, потому что вы, может быть, просто не совсем знаете, что и как, но мы поговорим хорошо. Меня интересует, что обязательно там была бы поместная церковь, а для этого на месте должны те, кто занимается этим делом, обязательно работать, обязательно действовать. Если же это будет происходить, допустим, от одного сезона к другому сезону, это использование хороших ресурсов других церквей, Господь прописывает местное собрание. Поэтому прежде чем куда-либо ехать, вы узнаете, а у вас интересные, может быть, вещи происходят в церкви, и имеется призыв в церкви, где вы будете вкладывать и вкладывать в людей, и тогда церковь развивается. Мы с вами знаем предназначение наше абсолютное – славить Христа, жить в Святом Духе, быть в теле Христа, отражать Его сущность и действительность, откликаться на призывы в поместной церкви и идти вперед. Каким образом? В познании Господа нашего и в благодати. Все время. У нас нет другого варианта действия в этом мире, кроме благодати. Бог, Господь, живущий в нас. Он для себя нас сотворил в новом человеке, в Иисусе Христе, и Он желает через нас прибавить и прибавить свое царство очень многих. Ибо не бойся, малая стада, для тебя что предназначено? Царство Божие. Царство Божие. Отец предназначил для тебя Царство Божие. Вот куда мы с вами идем. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны тебе за твою любовь, благодарим тебя за твое предназначение для нас, и Господь, мы знаем, что если мы живем в нем, то у нас что бы ни происходило снаружи, внутри удивительный покой. Славься Бог наш. Благослови эти слова, которые мы слышали, а также Господь благослови тех, которые, может быть, еще не знают Иисуса Христа как своего Спасителя. Иисуса Христа. У вас есть возможность принять Его в свое сердце, в свою жизнь. Скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову, приведи меня в живую церковь, благословляй, помогай, укрепляй, люби. Во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я молюсь и принимаю Тебя. Аминь. Спасибо, благословю вас Бог.